Все, кому не безразлично прошлое нашей страны, 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, писали диктант Победы. Общероссийская акция стала уже международной. В год 75-летия Победы к ней присоединились ровно 75 стран. В городском округе Щелково диктант проходил на 28 площадках. Это все школы и две воинские части. Все было организовано с соблюдением обязательных санитарных требований. В школе номер 28 в деревне Огоднево в акции принял участие глава городского округа Андрей Булгаков. А также его коллеги, зампредседателя Совета депутатов Анатолий Андронов, замглавы администрации Дмитрий Толмачев, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Пирогов. В Московской области всех участников диктанта Победы приветствовал в видеообращении губернатор Андрей Воробьев. На самом деле диктант Победы это совсем не то, что мы подразумеваем под этим словом по школьным урокам русского языка. В данном случае это тест на знание истории Великой Отечественной войны, в котором каждому участнику надо ответить на 25 вопросов, 20 из которых общие и 5 региональной тематики. Требования к участникам строгие, как на экзамене. Нельзя пересаживаться, разговаривать, пользоваться подсказками. Запрещается пользоваться средствами связи, электронно-вычислительной техникой, фото, аудио. На ответы давалось 45 минут. Задания посвящались знаменательным датам Великой Отечественной, историческим событиям, военной географии, знаменитым личностям. А также необходимо знать, как отражена военная история в произведениях художественной литературы, изобразительного и монументального искусства. Например, вопрос. На одной из улиц современного Волгограда стоит знаменитый дом, и нужно вставить фамилию из четырех предложенных. Конечно, это дом Павлова, сержанта Красной Армии, который со своими бойцами 58 дней держал оборону. В Волгодневской школе диктант Победы писали больше 40 человек. Сдают все желающие, начиная от старшеклассников, от наших учащихся, и родителей, и педагоги, а также предприятия, организации, которые находятся на территории нашего поселения. Мы очень рады, что глава городского округа Щелкова принял участие в диктанте Победы именно на базе нашей школы. Ответы на вопросы участники отмечали в бланках с индивидуальным идентификационным номером, который сдали через 45 минут. У вас есть большое за участие. Спасибо. На память об участии во всероссийской акции каждый получил именной диплом. Результаты диктанта Победы будут известны позже и опубликованы на официальном сайте. Каждый участник оценит свои знания о событиях Великой Отечественной войны, а организаторы акции – уровень исторической грамотности всего российского общества. Это очень хорошая акция, я считаю, правильная и нужная для того, чтобы мы своим примером, своими знаниями показали, что мы все-таки чтим и помним историю наших отцов, дедов, которые в самой сложной, самой кровопролитной войне сумели отстоять независимость нашей Родины. Древнекитайская пословица гласит следующее, что камни прошлого являются ступенями в будущем. Очень мудро и очень правильно сказано.